Дорожное движение В студии работает Антон Васильев В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации Итак, в сегодняшнем выпуске Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю Как часто у нас угоняют автомашины и как защитить своих железных коней от посягательства третьих лиц Правила дорожного движения для пешеходов Как обезопасить себя этой категорией участников дорожного движения Информация о работе отдела ГИБДД Мегина-Кангаласского Улуса Повторение, мать учения Правила дорожного движения в нашей студии проверит Сардана Матанова А в начале нашего выпуска предлагаем обзор происшествий в нашем регионе На автомобильных дорогах республики с 8 по 12 августа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий Где погибли два человека, травмированные 17, в том числе один несовершеннолетний В городе Якутске 13 августа около 2 часов ночи на нерегулируемом перекрестке неравнозначных улиц Можайского и Гагарина Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем марки Nissan Moco, следуя по улице Можайского, со стороны улицы пилотов При повороте налево не предоставил преимущества движения встречного мотоцикла Honda и совершил столкновение с ним В результате происшествия водитель автомашины Nissan Moco и мотоциклист кончились на месте происшествия Прибывшая бригада скорой помощи доставила в больницу пассажира Nissan и пассажира мототранспорта В момент автоаварии мотоциклист и его пассажир находились в мотошлеме В Нью-Ренгринском районе пьяный водитель совершил столкновение Погибла женщина Так, 14 августа около 13.20 по местному времени на 360-м километре федеральной автодороги Лена произошло столкновение двух автомобилей В ходе проверки предварительно установлено, что водитель 1970 года рождения, управляя автомашиной Лексус и НХ-200 не учил дорожные условия, не выбрал безопасную скорость при обгоне транспортного средства и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения В результате столкновения с автомобилем Mitsubishi Colt под управлением водителя женщины 65-го года рождения В результате столкновения на месте ДТП до приезда скорой помощи скончалась женщина 1944 года рождения Пассажир Mitsubishi Colt В момент ДТП погибшая находилась на заднем пассажирском сидении слева Ремнем безопасности не была пристегнута Также лечебное учреждение был доставлен с телесными повреждениями водителей пассажир Мужчина 65-го года рождения автомобиля Mitsubishi В ходе проверки также установлено алкогольное опьянение у водителя автомобиля Lexus В момент ДТП мужчина был пристегнут ремнем безопасности, не пострадал Также травм не получила его пассажир женщина Все причины обстоятельства ДТП с погибшими предстоит установить следствию Неправильный выбор скорости движения, а также превышение скоростного режима Являются наиболее частыми причинами совершения дорожных аварий Двигаясь на высокой скорости, водитель лишает себя возможности вовремя среагировать на внезапно возникшую опасность Кроме того, ДТП, совершенное по причине превышения скорости, отличается высокой тяжестью последствий для участников аварий Пешеходы полноправные участники дорожного движения Они также, как и водители, подвержены опасностям на дорогах, а потому обязаны соблюдать правила дорожного движения Какие нарушения чаще всего совершают пешеходы и как обезопасить себя в темное время суток на дорогах Узнаем в следующем сюжете К новому учебному сезону, что обычно покупают родители? Конечно же, это школьные рюкзаки А каким должен быть правильный школьный рюкзак? Конечно же, со светоотражающим элементом Почему? Об этом мы расскажем в нашем сегодняшнем сюжете В некоторых странах обязанность использовать светоотражающие элементы закреплена на законодательном уровне И это не случайно Ведь даже если ребенок знает и соблюдает правила дорожного движения Это не гарантирует безопасности Водитель может просто не заметить его в темноте Вот какие данные получили исследователи Пешеход в черной одежде абсолютно незаметен В цветных вещах человека видно на расстоянии до 37 метров В белой одежде пешеход заметен за 55 метров Со светоотражающими деталями ребенка будет видно за 150 метров Да, вот они, видите В основном они тоже, вот видите, сзади идут Сзади вот светоотражающие Сбоку вот идут Ну и вот так вот тоже есть Ну и рекомендуется, конечно, чтобы дети были Куртки тоже светоотражающие Первоклассницы Значок, это значок со световозвращателем Ага, и вот дарю брелок Чтобы ты соблюдала правила дорожного движения Мы сегодня пришли в школьный базар Всегда на дороге соблюдаем правила дорожного движения Ну, мы пешеходы Поэтому всегда дети на одеждах Светоотражающие элементы прикрепляем На рюкзаках тоже Ну, конечно, дети всегда соблюдают правила дорожного движения Вывод Сияющий аксессуар на детском рюкзаке Позволит водителю раньше заметить ребенка И даст спасительное время для маневра Зачем вот нужны световозвращающие элементы, да? Фликеры повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге И значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий В темное время суток или условиях недостаточной видимости Пешеходам рекомендуется А вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь При себе предметы со световозвращающими элементами И обеспечить видимость этих предметов водителями транспортных средств Основная доля наездов на пешеходов Приходится на темное время суток Когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей Для предотвращения подобных происшествий Все участники дорожного движения должны быть более внимательными И соблюдать правила дорожного движения По данным газеты «Известия» На последний год в России самыми угоняемыми автомобилями были Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento К сожалению, угоны были и остаются самым распространенным видом посягательств на автомобиле Как часто угоняют автомобили и как уберечься от этого вида преступлений? Об этом мы сегодня поговорим в студии Со старшим инспектором отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления государственной автоинспекцией по республике Саха-Якутия С Кюня Акимовной Ивановой Кюня Акимовна, здравствуйте Здравствуйте В начале нашей беседы расскажите, пожалуйста Поделитесь про обстановку с угонами в республике Как часто угоняют? Есть ли какая-либо статистика? Автомобильные угоны, к сожалению, очень распространены Распространены в наше время По статистике в России ежегодно похищают в среднем около 100 тысяч автомобилей В нашей республике по итогам 7 месяцев зарегистрировано 97 угонов В данное время 4 уголовных дела по совершению угона не раскрыты Угоном транспортного средства признается неправомерное завладение автомобилем Или транспортным средством без цели хищения Это часть 1 ст. 166 УК РФ Предметом преступления являются любые транспортные средства За исключением тех, которые подпадают под понятие судов Воздушного или водного транспорта Или железнодорожного подвижного состава Что же такое неправомерное завладение транспортным средством? Это установление фактического владения этими транспортными средствами Лицом, не имеющим законных прав на владение ими В связи с этим самовольное использование транспортных средств Членов семьи собственника или близким знакомым Которым прежде разрешалось пользоваться ими Ими без предварительного получения согласия собственника Не образует состава рассматриваемого преступления Завладение транспортным средством считается совершенным преступлением С момента начала его использования по назначению То есть начало движения самоходом или иным способом Если человек действует целью хищения Например, хищения отдельного агрегата Там детали транспортного средства для продажи запчастей То данные действия гражданина квалифицируются как хищение То есть как кража Основная часть хищения транспортных средств происходит в ночное время суток С 23 до 9 утра А в дневное время с 9 часов до 18 часов В ночное время, когда владелец оставляет транспортное средство По месту жительства у домов А в дневное время, где на местах парковки Где много людей и нет видеонаблюдения Когда владелец покидает транспорт на 20 и более минут на парковках Где владелец оставляет свои машины на время рабочего дня Происходит, где нет видеонаблюдения А 5% случаев, когда владелец не может установить, уточнить время угона Даже дату Значит, надолго оставляет свое транспортное средство и забывает Поделитесь, пожалуйста Какие все-таки у нас бывают основные причины угонов Это ли беспечность водителей, отсутствие, допустим, сигнализации Либо, может быть, это то, что те, кто промышляют угонами И их средства, которыми они пользуются, они стали современнее И позволяют им это делать легче Или вот либо-либо все является, конечно, причинами совершения угонов И безопасность личного своего транспорта заключается в соблюдении ряда принципальных правил Прежде всего, это бдительность самих владельцев Не допущение беспечности не только во время стоянок хранения машин Вне поля зрения граждан, но и при их использовании Нередки случаи, когда автолюбители, временно покидая машину Элементарно забывают включать сигнализацию и закрывать двери Последствия всем известны В целях предупреждения краши и гонов автомашин Рекомендуем соблюдать некоторые правила Никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверями И ключом в замке зажигания Избегайте парковки автомашины на длительное время В безлюдных и неосвещенных местах При парковке автомобиля на ночь пользуйтесь желательно гаражом Или охраняемой стоянкой Никогда не храните одной связки ключей от зажигания Это брелоки противоугонных сигнализаций Ключи механических блокираторов Не надо в одной связке ключи хранить Не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля Покупая автомобиль, убедитесь в том, что Наличие двух компонентов ключей Если в ней установлена противоугонная сигнализация В комплект должны входить два брелка Например, при покупке автомобиля у частных лиц Требуйте передачи вам правоустанавливающих документов Как нужно поступить пострадавшему В том случае, если он все-таки столкнулся с тем, что у него угнали машину? Если же произошел угон То необходимо максимально быстро сообщить об этом полицию Остущившимся по телефону 127-35-22-22 Или в отдел полиции Подробно надо рассказать Какое время примерно был совершен угон Надо назвать адрес Примерное время, марку, цвет Госномер и особые приметы автомобиля Такие как литье И этот спойлер и так далее Спасибо, Кюня Акимовна Мы благодарим вас за то, что вы уделили время Стали гостем нашей передачи Поделились с той полезной информацией Уважаемые телезрители, мы продолжаем И пользуясь случаем призываем вас подписываться на телеграм-канал ГИБДД-14 Во всех улусах нашей республики Сотрудники ГИБДД стоят на страже безопасности Всех участников дорожного движения Ставя перед собой цели снижения количества ДТП Травматизма, гибель людей в результате ДТП И повышение знаний правил дорожного движения А также их соблюдения Сегодня мы рассказываем о работе отдела ГИБДД По Мегино-Кангаласскому району нашей республики Дорога и движущийся транспорт Это большой стресс для животных Предсказать поведение испуганного четвероногого На дороге невозможно Нередки случаи, когда животные выбегают на дорогу И создают аварийные ситуации Так кто же будет нести ответственность Если водитель транспортного средства Совершил наезд на домашние животные И был нанесен ущерб транспортному средству Согласно пункту 25.6 Правил дорожного движения Российской Федерации Запрещается оставлять на дороге Животных без присмотра Запрещается их выпас в полосе отвода Автомобильных дорог Зачастую при наезде на животных Несет ответственность хозяин скота Который оставил свое домашнее животное Без присмотра Только с начала года по настоящее время На территории Мегино-Кангаласского района Произошло 7 наездов на домашних животных Согласно части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации Оставление водителем в нарушении правил дорожного движения Место ДТП, участником которого он является Влечет за собой административную ответственность В виде лишения права управления транспортными средствами От 12 до 18 месяцев Или административный арест до 15 суток В случае возникновения подобных дорожно-транспортных происшествий Ни в коем случае не стоит покидать место ДТП На место ДТП необходимо вызывать сотрудников ГИБДД Отделение ГИБДД МВД России по Мегино-Кангаласскому району Обращается к владельцам сельскохозяйственных животных И усилит контроль за сохранностью И не оставляет без пересмотра перевыпасы Уважаемые водители В избежание трагической ситуации на дорогах Будьте внимательны и не забывайте соблюдать скоростной режим Мегино-Кангаласский район является транзитным Через территории района проходят две федеральные и два республиканские автодороги Именно оставленные без пересмотра животные Стали причиной совершения дорожно-транспортных происшествий Во всех этих происшествиях усматривается халатность Со стороны владельцев к сбережению своего имущества Зоя Герасимова, Мегино-Кангаласский, УЛУС С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике В которой горожане проверяют свои знания правил дорожного движения По традиции наш экспресс-тест стоит из 10 вопросов А свои знания сегодня в нашей студии проверит Сардана Матанова Сардана, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, поделитесь, пожалуйста, какой у вас водительский стаж? У меня водительский стаж 22 года, получала права в 2000 году Сегодня у нас будет определенная проверка на прочность ваших знаний Ну что, как настрой? Нормально Хорошо Ну что ж, давайте начнем Так, первый вопрос Вам разрешено продолжить движение Первый вариант только в направлении Б Второй вариант в направлениях А или Б Третий вариант в направлениях Б или В Вопрос, ответ номер один Потому что вот направо запрещающий знак Хорошо Ваш ответ, вариант номер один Какие из указанных знаков запрещает движение транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км в час? Первый вариант только А Второй вариант только В Третий вариант А и Б По-моему, ответ один, только А Ваш вариант, ответ номер один Следующий вопрос Можно ли вам выполнить обгон при наличии данной разметки? Первый вариант нельзя Второй Можно Третий Можно, если скорость трактора менее 30 км в час Ну так как разметка приживистая Я думаю, обгон можно Два Ответ Ответ номер два Да, можно Можно Хорошо Следующий вопрос В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Первый вариант Прямо и направо Второй вариант Только прямо И третий вариант Во всех направлениях Ответ один Прямо и направо Итак, ваш вариант Вариант номер один Прямо и направо Кто должен уступить дорогу? Первый вариант В данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности Второй вариант Водитель, намеревающийся остановиться у тротуара И третий вариант. Водитель, намеревающийся начать движение от тротуара. Ответ номер три. Ответ номер три. Хорошо. Разрешено ли вам выехать на перекресток, за которым образовался затор? Первый вариант. Разрешено. Второй. Запрещено. Третий. Разрешено, если вы намерены выполнить поворот. Третий. Ваш ответ. Вариант номер три. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Первый вариант. Только легковому автомобилю. Второй. Только автобусу. Третий. Никому. Третий. Никому. Там знак. Главная дорога. Ваш ответ. Вариант номер три. Хорошо. Водителям мопедов разрешено двигаться. Первое. Только по обочине, если они создаются помехи пешеходам. Второе. Только по правому краю проезжей части в один ряд. Третье. Только по полосе для велосипедистов. Четвертое. Во всех перечисленных случаях. Четвертое. Ваш ответ. Вариант номер четыре. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Первый вариант. Нельзя. Второй. Можно. Третий. Можно, если вы управляете легковым автомобилем. Ответ. Наверное, номер один. Нельзя. Ваш ответ. И наш последний вопрос. Знаки предупреждают вас о том, что Первое. На протяжении 150 метров возможно появление пешеходов на проезжей части. Второе. Через 150 метров находится пешеходный переход. Третье. Через 150 метров находится пешеходная дорожка. Ответ номер два. Ваш вариант. Ответ номер два. Через 150 метров находится пешеходный переход. Хорошо. А насколько правильно ответила Сардана, нам разъяснит эксперт Наталья Ленских. Преподаватель учебного центра. Фаворит. Здравствуйте. Сардана ответила на 10 вопросов. Первый вопрос был. Вам разрешено продолжить движение? Абсолютно верно, уверенно ответили. Только в направлении Б. Какие из указанных знаков запрещают движение транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км в час? Здесь вы дали неправильный ответ. Правильный ответ будет А и Б. Первый знак – это у нас автомагистраль. Второй знак – дорога для автомобилей. Правила точно такие же, как на автомагистрали. То есть там также будет запрещено движение транспортных средств, которые не могут развить скорость более 40 км в час. И знак В – это рекомендуемая скорость, то есть со скоростью 40 км в час двигаться можно. Правильный ответ А и Б. Можно ли вам выполнить обгон при наличии данной разметки? Да, при наличии данной разметки обгон можно выполнить. В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Регулировщик разрешает прямо и направо. Это правильный ответ. Кто должен уступить дорогу? Здесь вы тоже дали правильный ответ. А водитель, который намеревается начать движение от тротуара. Разрешено ли вам выехать на перекресток, за которым образовался затор? Да, вы правильно ответили. Разрешено, если вы намерены выполнить поворот. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Никому – это правильный ответ. Водителям мопедов разрешается двигаться во всех перечисленных случаях. Это тоже правильный ответ. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Вы дали правильный ответ «нельзя», но почему-то я заметила у вас сомнение. Вне населенных пунктов можно двигаться только по правой полосе, а то есть, если есть возможность, то необходимо все-таки увеличивать боковой интервал от встречных автомобилей. По этой причине по правой полосе. Знаки предупреждают вас о том, что через 150 метров находится пешеходный переход. Это тоже правильный ответ. Итого из 10 вопросов вы ответили на 9 вопросов. Я думаю, это неплохой результат. У вас очень большой стаж в вождении, 22 года, да, вы сказали. И все-таки рекомендую повторять правила дорожного движения иногда. Итого же рекомендую нашим автомобилистам. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова